Так и так, всем привет и добро пожаловать на очередной подкаст на скорую руку. Меня зовут Игорь и я играю в открытый китайский покер, потому что умею. Так давайте начнем с того, почему мало стримов, где я, с кем я и почему я. Сейчас в основном, не знаю почему так произошло, но весь секшон он сдвинулся в очень, в очень раннее время. То есть по МСК это получается где-то с трех утра до семи, до восьми, тоже утра, весь основной экшен, во всех приложухах. То есть на ППП, на Супреме, на... Ну на Супреме понятно почему, да, там бразильцы, вот это все. Почему на ППП и на Бросе он в такое время перешел, я, честно говоря, понятия не имею, но это так. Поэтому мне приходится... Мне приходится играть по ночам, до утра, ложиться спать пораньше. График мой сильно сдвинулся. И стримить в такое время, как правило, нет возможности. Потому что я в основном играю из дома. Это вся катка с телефона, абсолютно вся катка с телефона. Потом утром делаю свои семейные дела, обязанности. И возвращаюсь на несколько часов обратно, да, в катку. Почему так произошло, еще раз повторюсь, я не знаю. Но приходится подстраиваться, приходится свой график ломать. Плюс это очень неудобно не только в плане времени, но и в том, что приходится катать в основном только с телефона. А с телефона не по мутитейблиш. Это для Китая довольно тяжело. Пробовал играть с двух телефонов, как Акимба, но... Блин. Это просто голова взрывается. Через 20 минут такой катки башка кипит прямо очень жестко. Часы перевели на зимние. Нет, не поэтому. Не поэтому. Плюс еще экшена и так мало. Это я сейчас говорю про свои лимиты, да. То есть на микросах, я так думаю, и сколько вижу, там в любое время практически можно найти игру. Если не в одной приложухе, то в другой точно. Потерял мысль с микросами. Ну, в общем, из-за того, что все вот так вот передвинулось, стримов поменьше, но, возможно, скоро их будет побольше. И далее вы узнаете, почему. И в каком формате вообще они будут проходить. Далее. Экшена и так мало на моих лимитах. Еще появились челики, вот прямо вредители, короче. Это люди, которые заходят к тебе за стол, но не нажимают кнопку «Готов». И тем самым ты сидишь уже за столом, у которого начался таймер. То есть, например, если стол был создан на 30 минут, то этот таймер отщелкивается, как только к тебе садится человек. И за эти столы уже никто не приходит. Потому что, ну, по разным причинам. Например, мне все равно, да. Единственное, что я, типа, не вернусь за стол, если это Джокер, где я уже в плюсе. Да, потому что у меня Абаин будет такой же. Но в остальном психология людей работает вообще на все столы. И я сначала, сначала где-то, когда все это только началось, вот с этим вредительством, я думал, что это просто какие-то вредные челики или хитерки, которые меня так хантят и мне игру обламывают. Но, но оказалось, что нет. Сегодня, например, я пришел и, вот сейчас покажу. Вот, есть столы, да. Вот видите, вот я сижу, жду. Блин, я вам пальцем показываю. Ну, примерно там, вы понимаете, на экранчике. Вот, я сижу, жду один из трех. 30 минут, таймер не запущен. Когда кто-то сядет, таймер запустится, да. Я сегодня пришел утром, и все столы, и двадцатки, и полтинники были запущены. И у них был дилей буквально в несколько секунд. То есть, что это было? Сидел какой-то человек, ждал игру, и к нему пришел вредитель, и садился к нему за столы. То есть, он садится, таймер запускается, но он с ним не играет. Человек выходит, садится за следующий стол, где таймер не запущен. Тот его преследует, и они таким образом все столы запустили. И там разница, то есть, вот здесь, например, там было 28.51, условно. На следующем было 28.54. На другом там было 28.45. То есть, там разница у них у всех 10 секунд. И, то есть, это такое не только со мной происходит. Это просто вот есть такие люди, которые зачем-то это делают. Зачем они это делают? Я не понимаю. Абсолютно. Вот, ну и вот, вся игра была вот утром. Ну, где-то до 7, получается. До 7, до полседьмого. Я в 7 ушел, в 8 вернулся. Увидел вот эту дичь. Я немного сгорел от этого. Далее, из важных вопросов по поводу обучения. Вы все знаете, как я отношусь к обучению. Я считаю, что этим должны, ну, обучение, тренерство, вот это вот все. Этим должны заниматься люди, которые, во-первых, хорошо играют сами. Б, вот, кстати, у меня же есть. Давайте вот так. Тренер. Тренер. Должен. Тренер должен. а хорошо играть сам б это тоже очень важно тренер должен уметь тренировать учитель должен уметь учить тренер должен уметь тренировать уметь тренировать понятно что в целом обучение да это должна быть заслуга обоих сторон то есть тренер должен уметь тренировать а ученик должен хотеть научиться они оба должны при этом быть замотивированы потому что если на одной из сторон что-то пойдет не так то либо ни к чему хорошему это не приведет либо это займет ну очень много сил и времени причем очень много это прямо очень много но и в у этого человека у этого тренера у него должна быть какая-то программа тренировок то есть он программа программа тренировок что это значит это значит что у него должна быть программа по которой он будет тренировать то есть в зависимости от умений от текущего скилла своего ученика он должен знать и понимать что ему сейчас нужно объяснить что ему нужно сейчас сделать это как не знаю в этом пейнте разве нет текстового поля просто не руешь мелкую моторику да ну типа там пока найдешь выделишь вот эти вот буковки нафиг это все вроде так понятно это очень похоже на программу тренировок в качалке как мне кажется да то есть ты приходишь к тренеру говоришь я хочу раму как шкаф иметь вот здоровенную да и хочу блин бегать 100 метровки как усейн болт и тренер такой блин но слушай во первых если хочешь бегать да как усейн болт это не ко мне тебе нужен другой тренер ты сразу такой ага это тренер нормальный он он уже что-то понимает он тебя хочет не денег стрясти да он трезво оценивает свои силы и какой результат он может дать да а во вторых говорит тренер да мы сейчас это проведем разминочку я посмотрю что ты можешь что у тебя по физухе и потом мы тебе подберем типа правильные веса с которых мы начнем подберем тебе программу питания вот это вот все а ты уже занимался ну тогда с тобой будет попроще мы можем пропустить несколько этапов да и вот тоже самое в ну практически в любом другом обучении в том числе и в покере да вот эти вот три пункта они очень важны мне очень часто поступали просьбы потренировать по пообучать там предлагали довольно хорошие деньги ну это все конечно еще очень сильно зависело от игрока который там на каких лимитах играют да или планируют играть и я всегда отказывался вне зависимости от того что мне предлагали взамен кому-то отказывал сразу кому-то мягко давая понять что я как бы человек тебе скорее всего не нужен потому что у меня из вот этих вот трех пунктов есть только один это первый это не факт да я не умею тренировать я не умею учить у меня это крайне плохо получается что-то кому-то объяснить что-то кого-то научить для меня это я просто не умею может у меня склад ума такой или характер такой или если этому можно научиться я просто никогда не учился я просто этого не умею да и в пункт в у меня он тоже отсутствует потому что ну я просто этим не занимаюсь я просто даже примерно не представляю как это должно быть при этом как контр-аргумент некоторые люди которые просят у меня обучение используют то что их знакомые или их друганы или просто не видят сообщения в чате которые пишут там привет игорь спасибо тебе огромное научился играть в покер на твоих стримах там начинал с нл-10 сейчас играю нл-1000 блин или там начинал с 10 центов за куш теперь бахаю по 10 баксов за куш спасибо тебе огромное да и действительно таких сообщений очень много но все это это заслуга чисто челиков которые научились то есть как я уже говорил ранее что когда есть ученики учитель да а тут от ученика тоже очень много зависит он тут он должен быть замотивирован он должен хотеть научиться и в случае со мной люди которые учились на моих стримах это только их заслуга это ну моей заслуги там очень мало если она есть ее очень мало это просто мизер это просто вот эти челики очень хотели научиться они сами разбирались сами до всего доходили сами во всем разобрались и стали большие молодцы да то есть понятно что если бы я обладал пунктом b хотя бы даже без в это все бы у них наверное получилось сильно быстрее но имеем то что имеем так вот а еще сразу хочу вас предупредить пожалуйста когда вы когда вы ищите себе какого-то тренера не побыть этого слова наставника пожалуйста будьте очень внимательны с выбором постарайтесь вот эти вот три пункта на них применить и ладно если это просто ваш какой-то знакомый который зачем-то вызовется вас чему-то научить обучить бывают случаи ну очень часто бывают случаи что вы просто потеряете свои деньги ни к чему хорошему это не приведет говорю ни к чему хорошему потому что к плохому это может привести потому что есть челики которые абсолютно очень часто крестова челики извиняюсь есть люди которые уверены абсолютно в своей правоте при этом их тезисы они ничем не подкреплены не опытом не наукой ничем и они вам могут втереть такую дичь в которую вы как ученик ну вроде как должны будете поверить и потом кроме как ущерба и потери его это ни к чему не приведет поэтому пожалуйста если вы ищите себе тренера отнеситесь к этому процессу очень скрупулезно очень внимательно и со всей ответственностью это ну это поможет вам а не потерять деньги б не не потерять и вышку из-за того что вам будут будут что-то втирать нет сейчас не будет рекламы тренера или курса я этим я этим не занимался не занимаюсь но 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 я я взял себе ученика вернее правильнее будет сказать ученицу при этом я по-прежнему никого не буду тренировать никого не буду набирать и ничего из этого я не буду продавать я взял себе подопечного по несколько другим фактором во первых я я и не буду обещать никакого роста по лимитам никакого успешного успеха естественно потому что ну у меня как не было так и и нету пунктов б и в да блин давайте я вам их откроем пунктов б и в вот наглядно но я хочу просто попробовать что из этого выйдет надеюсь хуже я не сделаю меня есть основания так полагать просто за счет большого опыта за счет каких-то правильных знаний вот ну и эти тренировки они я думаю их провести в таких в открытых форматах то есть для вас как будто бы как будто бы я обучаю не только ее но и всех вас плюс к этому вы мне тоже поможете в обучении то есть возможно укажите на какие-то места где стоит обратить внимание либо что-то посоветуете потому что там уровень я так понимаю ну не нулевой но около нулевой его мы тоже с вами вместе будем смотреть прямо ну то есть я не буду ей что-то в лайве говорить а может и буду но уже скажем так постфактум то есть я ведь не могу и прямо во время раздачи да там говорить сходи так а не иначе ну потому что это гостинг это неправильно но постфактум мы конечно все раздачки обсудим плюс для удобства чтобы есть эти сессии не записывать и чтобы у нас все это было чтобы у нас все это хранилось я ее скорее всего просто заставлю стримить на твиче вот ну вот как я это вижу что она просто будет на первое время например подрубать стрим на твиче надо как-то решить вопрос с задержкой потому что если есть стримить без задержки я думаю к ней очередь выстроиться да из вас же за столы а если стримить с задержкой то это будет довольно тяжело может что-нибудь придумаем может просто как-то я и заставлю там дискорде пошарить а мы с вами уже будем смотреть задержкой слова привет сейчас чуть попозже отвечу на все вопросы абсолютно на все вот и во первых поймем примерный уровень но я думаю что там прямо не начальный но но где-то очень низко вот играет она 010 в данный момент то есть можете представить да примерно и посмотрим собственно что из этого выйдет мне это интересно во первых во первых разобраться как в целом устроено обучение во вторых оказаться на вашем месте так ли хорошо видно все ошибки которые ты допускаешь то есть когда ты сам где-то ошибаешься в раздаче да ты как правило не замечаешь когда ты в роли зрителя выступаешь это вроде как сильно проще вот вот поэтому было бы приятно оказаться в вашей шкуре ну и еще мне интересно посмотреть на на мелкие лимиты потому что меня очень часто спрашивают вот даже вот даже сейчас какие лимиты минимальные в приложении да я точно не могу сказать ну то есть я могу сказать что типа минимальные это скорее всего один цент за куш да но всех приложениях по-разному каких-то приложениях это 10 центов за куш минимальные каких-то 5 я в целом про микро лимиты знаю очень мало то есть где основной экшен в какой какой прайм тайм у этого экшена где поле сильнее где поле слабее я про это очень мало знаю практически не знаю но вопросов про это очень много и они реально практически каждый день то есть в основном это где поиграть типа по 10 центов за куш я говорю ну вот можно вот здесь можно вот здесь можно вот здесь и это все заканчивается тем что ну приходится человеку попробовать довольно много клубов довольно много приложений прежде чем он найдет то что ему нужно да а сейчас вот с этим обучением в которое я вписался я думаю я много возможно вы для себя откроете про микро лимиты ну и ответим на все очень важные частые вопросы так по поводу этой темы у вас есть вопросы какие-то если есть задавайте и перейдем перейдем к следующей а так да скорее всего все все тренировочки они все разборы все тренировочки они будут на стримах за счет этого мы сможем стримить например днем и вечером когда на моих лимитах игры нет да то есть для вас опять же плюсом что стримы появятся плюс возможно какие-то открытые тренировки проведем где и от вас вопросики все разберем в планах это вот так выглядит я думаю это интересный ивент ну и интересно посмотреть что из этого выйдет чем все закончится каких результатов мы достигнем так теперь давайте к основным к основным вопросам по поводу по поводу в целом микро лимитов они есть везде везде как правило по центу за куш тоже есть везде это и брос и супрем и ппп выводишь на крипту да да все в крипте и завожу и вывожу все в крипте и рассчитываюсь с вами тоже в крипте софт есть это очень очень важный тоже хотел хотел предупредить если вам предлагают то скорее всего это обман скорее всего это обман в целом они есть но те что я видел это очень слабые это вот примерно того же уровня которые на джипсе в разделе китайского покера пытаются написать вот там все примерно с такой же логикой вот из и очень много обманов то есть очень много людей на это ведется будьте внимательны если вам предлагают то скорее всего вас хотят обмануть когда все это начнется я думаю уже на этой неделе потихонечку начнем запустимся так сказать сначала просто оценим скилл разберем раздачки посмотрим ошибки посмотрим как человек стартеры кладет ну опять же стартеры это такая штука чтобы хорошо класть стартеры надо очень много наиграть очень много насмотреть чтобы класть красивые стартеры я уже говорил да что как правило если вам ваш стартер не нравится просто внешне вот вы смотрите на него и видите вот что-то не то да какой-то он не такой какой-то он некрасивый скорее всего это просто да это просто кривой стартер попробуйте положить по-другому попробуйте класть более динамичные стартеры какие-то ну там чтобы не какая-то логика была там коннектор но это мы говорим про про сложные стартеры не не про стартеры когда у вас восьмерка а и и четыре одномастных да тут все понятно мы говорим именно про сложные стартеры надо пытаться класть какие-то коннекторы вниз что-то сильное иногда приходится наверх скидывать вот мы все это посмотрим как человек с этим управляется может там вообще это просто типа рандомно все тогда там будет очень много работы скажем так ну и и придется очень много играть чтобы просто это это понимать в китае опыт очень много решает прям наигрыш это я не встречал в китае людей которые бы скажем так я не встречал в китае новых игроков которые типа сильно играют но так так наверное в любом покере то есть если человек решит сейчас 2022 ворваться в нлхе то я думаю что картина будет примерно такая же типа очень слабая игра смотрел сериал отбросы конечно смотрел проще сказать какие сериалы не смотрел две двойки две четверки туз как раскидать в зависимости от того в какой тип китайского ты играешь если это классика то это туз в середину две двойки две четверки вниз если это крэйзи то очевидно туз наверх двойки в середину четверки вниз но это если без позиции в позе ты можешь посмотреть какие карты уже заявлены нормальными вариантами будут туз наверх двойки четверки в середину а не составишь ну пустым смысле оставишь так давайте если еще вопросы какие то задавайте если нет то закончим подкаст наш вроде все что хотел рассказал сказал назывался вид китая который сейчас называется ультимативный есть обычный классический это где ты получаешь фантазию всегда из 14 карт есть прогрессивный это где ты получаешь за фантазию на дамах 14 карт на королях 15 на тузах 16 за трипс 17 карт но при этом повтор у тебя будет на 14 картах и есть крэйзи сейчас он называется ультимативный или ультимейт или или предельный ну везде везде по разному в нем ты как и в прогрессиве за фантазию получаешь например на тузах 16 карт но если у тебя есть повтор то на повтор тебе раздадут столько же карт со скаляки ты зашел со скаляки ты зашел в фантазию то есть если ты зашел на фанту на тузах то тебе на повторе дадут тоже 16 карт ну и есть джокер любой джокер это всегда крэйзи крэйзи ультимативный предельный называйте как хотите то есть по правилам крэйзи играется плюс тебе еще дают джокеры как сам как здоровье да в целом хорошо вроде не болею ничего не мучает будущее смотришь с позитивом да кстати у о я вам такой блин я хотел отдельный видос про это сделать ну ладно расскажу вот вы вы всегда мне на стримах в комментариях в группе писали играешь в свою косынку это же не покер в покере это же что главное это же главное блефовать а что если я вам скажу что теперь в китайском покере можно блефовать а как вам такое теперь вы считаете это покером а а так вот теперь можно и и скоро вы это сами увидите и даже можете вместе со мной в это дело поиграть как вам такая затравочка а хорошо хорошо выберем день полностью посвятим игре в китайский покер с блефом джокер это колдун с двумя джокерами да все верно все верно в покере главное запихнуться смотреть кино вот вот скоро мы так и сделаем ну я думаю в целом все все теперь точно все что хотел я рассказать рассказал на вопросики ваши поотвечал блин я запись то включил до включил кайф как-то не верится проблем китая скоро скоро сам все увидишь это это пушка это бомба челы которые это придумали у них приложуха на такая еще довольно сыроватая они там ее еще доделывают дорабатывают и вот как только она примет более-менее нормальный вид мы сразу же сразу же ворвемся я вас это одних из первых этому зрелищу ладно спасибо что смотрели этот подкаст не забывайте ставить лайк подписываться на канал любите покер играйте в покер и дай вам бог до новых встреч и пока пока пока